Президент не работает, не работает микрофон, не включается. Не горят сигнальные лампы, попрошу отрегулировать. Четыре. В отношении борьбы со спекуляцией, коррупцией, контрабандой, изготовлением фальшивых денег, нетрудовыми доходами и в целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка постановляю. Первое. Принять предложение Кабинета министров СССР о прекращении с 0 часов 23 января 1991 года приема во все виды платежей денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. И обмене их на денежные знаки других достоинств и на банкноты 50 и 100 рублевого достоинства образца 1991 года в порядке, определяемым Кабинетом министров СССР. О введении ограничения в первом полугодии 1991 года, начиная с 23 января 1991 года, выдачи наличных денег со вкладов граждан в учреждениях сберегательного банка и всех других банков максимальной суммой 500 рублей в месяц. Об установлении с 23 января 1991 года порядка, предусматривающего право использования владельцами вкладов в сберегательном банке и других банках для оплаты товаров и услуг в безналичном порядке без ограничения сумм. 2. Для обеспечения строгого выполнения мер по обмену и изъятию из обращения упомянутых денежных знаков Госбанку СССР, Министерству финансов СССР и КГБ СССР организовать специальные группы сотрудников и направить их в Центральные Национальные Банки Республик, Республиканские Банки, Госбанка СССР. 3. Предоставить указанным группам чрезвычайные полномочия по контролю за выполнением настоящего указа, вплоть до принятия на себя в случае необходимости непосредственного управления банковскими учреждениями. 4. Министерству финансов СССР и КГБ СССР организовать осуществление контроля и оказание необходимой помощи на местах учреждениям банков, государственным, кооперативным, общественным и иным предприятиям, объединениям, организациям и учреждениям в выполнении настоящего указа. 5. МВД СССР и КГБ СССР обеспечить усиление охраны ценностей в банках и при их перевозке. 6. Президент СССР Михаил Горбачев В исполнении указа президента СССР Кабинет министров СССР принял постановление, в котором определил порядок обмена денежных знаков достоинством 50 и 100 рублей и ограничение выдачи наличных денег со вкладов граждан. В постановлении указывается, что с нуля часов 23 января 1991 года прекращается прием указанных денежных знаков, а также выдача их учреждениями банков, предприятиями, объединениями, организациями, учреждениями. Проведение обмена возложено на комиссии, которые создаются на предприятиях и учреждениях из представителей руководства, финансово-бухгалтерских служб, профсоюзных комитетов, советов, трудовых коллективов. Обмен денежных знаков будет производиться работникам, состоящим в штатах предприятий и организаций, а также лицам, прикомандированным к ним в пределах среднемесячного заработка за последний год работы. При этом размер обмена не может превышать 1000 рублей на одного работающего. Пенсионеры будут производить обмен по месту получения пенсии в Сбербанке или на почте в пределах 200 рублей, либо в размере месячной пенсии. Остальные граждане по заявлению в комиссиях при рай, гор и сполкомах. Обмен будет производиться в течение трех дней с 23 по 25 января. После этой даты деньги к обмену приниматься не будут. Суммы свыше установленных размеров по заявлению о происхождении указанных сумм будут приниматься к обмену после решения комиссии при рай, гор и сполкомах. Иностранным гражданам обмен указанных денежных знаков будет производиться учреждениями внешнеэкономбанка СССР, либо учреждениями банков, выполняющих операции с иностранной валютой в суммах против квитанции учреждений внешнеэкономбанка, полученных при обмене валюты. Постановление предусматривает меры, обеспечивающие контроль и порядок при проведении обмена. Подробно постановление публикуется в печати. Указ президента СССР несколько позже в нашей программе прокомментирует премьер-министр СССР Валентин Сергеевич Павлов. Сегодня вечером президент страны Михаил Сергеевич Горбачев выступил с заявлением перед советскими и иностранными журналистами. Дамы и господа, товарищи, кризис, морально-политическая напряженность в обществе, события, приведшие к жертвам, требуют прямого и откровенного разговора. Я вижу, в некоторой части общества проявляется непонимание и даже нежелание понимать политику президента. Трагический оборот, который вылилось в противостояние в Литве в последние дни в Риге, я, как и все, глубоко переживаю. Выражаю самые искренние соболезнования семьям, кого затронула эта беда. Обстоятельства, связанные с применением оружия, должны быть тщательно расследованы и оценены по закону. Первое и главное, что я хочу сказать, сводится к следующему. События, которые произошли в Вильнюсе и Риге, ни в коем случае не являются выражением линии президентской власти, ради которой она была создана. И поэтому решительно отвожу всякие спекуляции, все подозрения и наветы по этому поводу. Ни внутренняя, ни внешняя политика не претерпела изменений. Все остается, как сформулировано в документах и официальных заявлениях руководства. События у Прибалтики возникли в обстановке жесточайшего кризиса. Противозаконные акты, попрание самой Конституции, пренебрежение указами президента, грубое нарушение гражданских прав, дискриминация людей иной национальности, безответственное поведение по отношению к армии, военнослужащим и их семьям создали ту среду, ту атмосферу, где такого рода стычки и побоище очень легко могут возникать по самым неожиданным поводам. Вот где источник случившейся трагедии, а не в каких-то мифических приказах сверху. Именно так произошло и в первом, и во втором случае. Как президент, вижу главную задачу в том, чтобы не допустить эскалации противоборства, нормализовать обстановку, добиться согласия и сотрудничества. В этой связи необходимо следующее. Должны быть отменены антиконституционные законы Верховных Советов и постановления правительств, республик и прежде всего те, которые нарушают права человека. Любые общественные организации, комитеты и фронты, с какими бы программами они не выступали, могут претендовать на приход к власти лишь конституционным путем. Без применения насилия, всякие попытки апеллировать к вооруженным силам в политической борьбе недопустимы. Должно быть абсолютно покончено с дискриминационными мерами по отношению к воинским частям, дислоцированным на территории республик, с просто позорным отношением к семьям и детям военнослужащих. В соответствии с существующими на сегодняшний день союзными законами, войска находятся там, где это диктуется требованиями обороны и безопасности страны. Отношения гражданских властей с военными должны строиться только на основе законов Союза СССР. Вместе с тем недопустимы никакие самовольные действия со стороны войск. Долг и честь командиров всех степеней действовать только по приказу, проявлять выдержку, не поддаваться на провокации, укреплять дисциплину среди подчиненных. Подтверждая конституционное право республики выйти из Союза, мы не можем позволить ни стихии в этом деле, ни произвола даже со стороны избранных органов. Выход может произойти только на основе воли изъявления всего населения референдума и в результате процесса, предусмотренного законом. В связи со сказанным есть необходимость вернуться к обсуждению ситуации в Прибалтике на Совете Федерации. События последних дней были использованы определенными кругами для нагнетания обстановки, под предлогом якобы происходящего правого поворота и опасности диктатуры. Я решительно отвожу эти домыслы, завоевание, перестройки, демократизации, гласности были и остаются неприходящими ценностями, на страже которых будет стоять президентская власть. Это, конечно, не означает, что мы можем проходить мимо и оставлять без внимания, когда средства пропаганды, да и именно пропаганды, это надо назвать и назвать вещи своими именами, События преднамеренно используются для провоцирования хаоса, паники, национальной розни, для противопоставления народа армии, для призывов не считаться с законом. События в Прибалтике спекулятивно используются как повод для постановки вопроса о расчленении наших вооруженных сил, создания армии республик. Такие безответственные заявления чреваты серьезными опасностями, особенно если они исходят от руководства Российской Федерации. Думаю, каждый разумный человек понимает, чем это могло бы обернуться для нашей страны и всего мира. Мягко говоря, странными и нелепыми выглядят поклоны к загранице, к организации объединенных наций, с приглашением решать за нас дела, которые мы сами можем и должны решать. Мы открыли свое общество для сотрудничества и взаимодействия со всем миром, будем и упредь верны взятому внешнеполитическому курсу, однако внутренние проблемы страны должны решаться только советским народом и никем другим. Не могу не сказать, что и за рубежом нередко односторонне толкуются происходящие события, причем в ряде случаев в манере, напоминающей идеологическую войну прежних времен. Многие там, как и у нас, восприняли их неадекватно. Увидели в них поворот в политике советского руководства. Прискорбно и опасно, если в результате такой неправильной интерпретации будет поставлена под угрозу, достигнутая в международных отношениях за последние годы. В ходе развернувшейся в стране острой полемики, в последние дни здравые голоса напоминают, что главное сегодня это политическая стабильность, твердый правовой порядок и дисциплина, нормализация в экономике, решительное продвижение к рынку, демократическое преобразование нашего многонационального государства. Я разделяю такую позицию. В обществе все больше осознается, что ни демонстрации, митинги, забастовки, ни разжигания политических страстей и конфронтации выведут страну из кризиса, а добросовестный труд и гражданское согласие. Я к этому призываю всех сограждан моей страны. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Я думаю, что все должны совершенно четко себе отдать отчет в том, что мы не преследуем в данном случае каких-либо целей конфискации у основной массы наших граждан. Их денежных накоплений в любой форме. Речь ведь идет о том, что все купюры достоинством 50 и 100 рублей беспрепятственно в рамках месячной заработной платы. Немедленно обмениваются по месту работы или там, где люди получают свои пенсии, значит, или другие какие-то доходы законного, так сказать, характера. И кроме того, они же тут же сдают то, что у них есть, соответственно, в эти же свои коллективы для того, чтобы объяснить, собственно, происхождение этих денег. Ну а если у вас зарплата будет 150, а вы пришли поменять 150 тысяч, то тогда, естественно, возникнет сразу вопрос. Это первая сторона вопроса. И вторая сторона вопроса заключается в том, что, вы знаете, вот эти денежные знаки 50 и 100 рублей, они являются одним из важнейших элементов вообще теневой экономики, поскольку они обслуживают оборот вот именно в этой сфере. И вот более трети, понимаете, более трети вот по существу наличных денег, которые есть на руках у населения, составляют как раз 50 и 100 рублевой купюры. И по данным наших банковских учреждений, они очень медленно оборачиваются, то есть государству они возвращаются в два раза медленнее, чем 10-25 рублевой купюры. То есть как они ходят в тени сейчас, так они там в тени и остаются. То они ходят, не попадая в государство. Отец свидетельствует о том, что они являются платежным средством вовсе не в государственной сфере экономики. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, они, эти денежные купюры стали очень широко использоваться для подрыва нашей торговли в результате контрабанды. По разным оценкам, ну я возьму наиболее такую среднеоптимальную оценку, за рубежом этих денежных знаков сегодня есть порядка 7 миллиардов рублей. Другая сторона, это ограничение в течение вот этого полугодия выдачи наличных каждому вкладчику в месяц не более 500 рублей. А как быть, если я хочу купить, скажем, телевизор или машину, крупную покупку сделать? А в данном случае это никаких вопросов не вызывает и для рядовых граждан проблемы не возникает, потому что мы не ограничиваем, значит, средства, которые гражданин берет со своего счета для оплаты в розничной торговле путем предоставления ему права в безналичной форме оплатить любую покупку на любую сумму. Кстати, я думаю, что сейчас многих из специалистов волнует такой вопрос. Насколько просчитан наперед этот шаг? Насколько прогнозируемы последствия такого мероприятия? Я вам скажу, что мы, вообще говоря, к этому мероприятию готовились, как вы сами понимаете, не сегодня и не вчера. Мы об этом мероприятии спорили и готовили его с разных сторон взвешивая уже почти год. Поэтому мы как раз всегда говорили, что нужны экономические меры, а не только одни, административные для борьбы с теневой экономикой. Сегодня в Москве завершились советско-японские переговоры между министрами двух стран Александром Бессмертных и Таро Накаямой. В центре внимания находилась подготовка предстоящего визита президента СССР в Японию. Входите на позиции иракских войск. На оккупированных территориях продолжает сохраняться комендантский час.